Ключи от новой квартиры Ольга получила несколько месяцев назад. Здесь уже можно было жить, но девушка решила сначала сделать небольшой ремонт, чтобы обустроиться в полной мере. Завершить планирует к Новому году и отметить праздник уже на новом месте. Сюда она переехала из старого барака на Мамайке, условия проживания в котором были невыносимыми. Сырость, плесень, мышки, ну как старое жилье, старый барак. Ну этот дом, который нам предоставили, конечно, намного лучше, в сто раз лучше. Теплый, уютный, ну и уже комфортабельный для жизни. Теперь Ольга будет жить на улице Альпийской. Здесь построили несколько домов и все они задействованы в программе переселения. Рядом скоро построят физкультурный центр и вместительную парковку. 66 квартир уже полностью готовы принять новоселов. Многие из них уже перевозят мебель. Однако судьба еще 33 квартир недавно была под вопросом. Мэр Сочи лично приехал посмотреть, как команда застройщиков выполняет поручения властей. В квартирах уже стоят котлы. Отопление будет индивидуальным. Газовые печи, счетчики, есть вода, свет. А из окон открывается широкий вид на город. Вполне хорошая комната. Это спальня, похоже, да? Здесь, по сути, холодно. С 2011 года город предоставил переселенцам около 700 квартир. В этом плане, отметил Анатолий Пахома, в Сочи уже стал одним из лидеров по стране и Краснодарскому краю. Переселение из ветхого и аварийного жилья, возобновленное впервые за много лет, будет продолжено и в будущем году. Я лично сам очень доволен тем, что увидел. И доволен тем, что мы выполнили в полном объеме план 2015 года. Мы планировали 99 квартир построить и передать людям, переселяемым из аварийного фонда. Мы так и сделали. До 2017 года планируется переселить еще 325 семей. На новые квартиры могут рассчитывать те горожане, чье жилье было признано аварийным до 2012 года. Впрочем, в дальнейшем такой статус может быть присвоен и другим ветхим строением. А значит, программа будет действовать и впереди еще большая работа.